Приветствую, меня зовут Сокол и что нужно сделать для того, чтобы ремейк Робокопа вам понравился? О том, что семья не нужна Робокопу. Робо-папаша, смешно же, ей-богу. В попытке пригладить и сделать логичней, создатели стерли у фильма всю личность, нужно не думать, а просто смотреть. Ведь новый ремейк не похож ни на треть, на то, что когда-то любили мы в детстве. Увы, ностальгия отличное средство, чтобы заставить купить нас билет. Эффектов чуток, упрощенный сюжет, немного интриги, но все очевидно, настолько, что даже порою обидно. Я все предсказал еще фильм, несмотря ссылка по центру экрана не зря. Ну что же в итоге, фильм можно глядеть, но только всю память лучше стереть. А если тебе не знаком старый фильм, блокбастер на этой неделе один. Сходи, посмотри, может придется по вкусу, быть может, сей робот похож на Иисуса. А я же как только релиз DVD буду делать блокбастер. Ты подожди. Ну а теперь второй отрывок моей передачи, посвященный Оскару. Картина «Афера по-американски». Отличный актерский состав. Прекрасный Кристиан Бэйл и Дженнифер Лоуренс. Эйми Адамс, Брэдли Купер, Джереми Реннер. И мне не понравился этот фильм. Я не знаю, вроде и актерская игра на месте, и сюжет, основанный на реальных событиях. А фильм скучный. Я знаю, что вы сейчас скажете. Сокол зажрался. То ему король говорит, скучный, то афера по-американски. Но ничего не могу с собой поделать. Бывают оскаровские фильмы, от которых получаешь удовольствие, которые хватают и не отпускают. Нефть, банды Нью-Йорка, 12 лет рабства, тот же Волк с Уолл-стрит. Но этот какой-то никакой. Там только в паре моментов меня цепануло. Когда появился актер-сюрприз и во время бесподобного диалога Кристиана Бэйла и Дженнифер Лоуренс. Все. Остальное прошло мимо меня. Мне даже сказать нечего. Это удивительно. Настолько мне эта картина показалась скучной. И это не от того, что в фильме нет спецэффектов или еще чего-то. Просто не цепляет. Особенно первая половина фильма. Вообще очень унылая. Ну раз начался стихов, этот фильм, увы, мне не по нраву. Но я, может, ошибаюсь. Сомневаться ваше право. Делайте, что вам угодно. Фильмов груда. Ну а рекомендовать сегодня буду... Я смотрю, немногим из вас пришелся по вкусу фильм Остин Пауэрс. Ну, что поделать. Я лично в восторге от этого кино. Так вот. В прошлом конкурсе я выиграл Владимир Старков. Но Владимир написал мне, что денег взять не может. Потому что плюсы и минусы он, конечно, написал сам. А вот отзыв скопипастил с Кинопоиска. Ну ладно. Значит, 143 рубля 30 копеек мы разыграем в этом выпуске. Пишите свои отзывы о картине Зомбиленд. Которую я, кстати, рекомендую посмотреть тем, кто ее еще не видел. Здесь снимается Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг. Вот, уже пишут. Что же ты нам посоветуешь, Саша? Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг еще до того, как он снялся в социальной сети. Эмма Стоун. Рекомендовать я этот фильм буду с помощью приложения Rating Goods. Запускаем приложение Rating Goods. Наводим сканер на штрих-код этого диска. Картина под названием Зомбиленд. Сейчас я проставлю оценку этому фильму. За кадром я напишу плюсы и минусы этой картины, а также небольшой отзыв. Те, кто хочет ознакомиться с этим, переходите по ссылке, что находится в описании. И напомню, что за лучший отзыв об этой картине я разыграю 143 рубля 30 копеек. Ну а в прошлом конкурсе победил, победила Евгения Шейна. Проверь свою личку на Rating Goods. Ну а с вами был Сокол. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok